Всем привет! Сегодня у нас будет видео психологическое. Надеюсь, оно вам очень во многом поможет. Немножко поговорим именно для женщин. Для мужчин, в принципе, всё тоже можно поменять. Немножко местами просто слово «отец» заменить на слово «мать». Но немножко по-другому это было бы. Но у нас, так как подписчицы у меня 90% женщин, я для вас, девочки, снимаю темы запрашиваемые. Мы сегодня будем говорить о образе мужчины, насколько он важен и влияет на формирование женщины, девочки. Женщины в будущем, девочки, в детском возрасте. Насколько важен образ мужчины? Так как у меня канал такой об отношениях психология мужская и женская, и ко мне на консультацию очень много подписчиц, которые обращаются, у них, по сути, проблемы одни и те же. Мы выходим всегда на одну и ту же тему — это общение с папой. Насколько важен вот этот образ закреплённый мужчины, отца. У кого-то отца может вообще не быть. И в таком случае на вот этот образ мужчины становления девочки влияет тот мужчина, который будет рядом, может быть взят за образец. Не обязательно, это должен быть, кстати, и родной отец при наличии его. Если плохие отношения, она может просто так интуитивно перенимать, её может хорошо опекать дедушка, дядя, например, старший брат, если у них немаленькая разница в возрасте, большая, лет 20, например. Или даже если в семье вообще мужчины, например, нет, но за девочкой, не знаю, забирает с садика, со школы, у нас, например, с девочкой какой-то дружит, у неё есть у девочки папа, какой-то сосед, условно говоря. То есть какая-то личность мужского пола, которая принимает активное, либо, может, где-то пассивное, но более-менее самое активное участие в развитии, в становлении, в общении с личностью девочки. Этот образ может перениматься. Что мы подразумеваем под вот этой фразой, да, перенятие вот этого образа отца? Это отношение к женщинам, забота, внимание, которое даётся тепло, то есть внимание к личности этой девочки. Да, как у тебя дела? Что-то там у тебя болит? Давай я тебе что-то помогу, что-то отремонтирую. Игрушка, например, сломалась. Да, вот это мужское, мужская рука и участие. Через вот этот вот образ, он служит образом и примером, шаблоном в выборе своего мужа. Это закрепляется примерно до пяти лет, этот образ. И в будущем, когда вырастает девочка, она просто начинает мерить свою любовь, влюблённость мужчин, которых она будет встречать в своей жизни, именно для любви, для отношений, для создания семьи и продолжения рода, по вот этому образу и шаблону. То есть, если в её образе папа не говорит о том, что если родители, вот у меня тоже бывает часто вопрос, если отец, например, пьющий, то девочка найдёт себе пьющего мужа. Может идти от противного. Она может вообще не переваривать просто на дух мужчин с алкоголем. Она не может, например, вступать в интимные отношения, если мужчина выпил. То есть, наоборот, это будет огромный блок, психологическая преграда. Или для неё будет огромным условием, чтобы человек вообще ни граммулечки не пил. То есть, это две таких крайности. Но вот этот образ, например, пьющего папы, он в принципе повлиял на становление отношений этой девочки к вопросу алкоголя, да, или к вопросам общения с мужчиной, который в состоянии алкогольного опьянения и всего прочего. Но тех, кто идёт от противного, кто против, когда были какие-то травматически нехорошие отношения, нездоровые с отцом, от противного идут меньше процент людей, чем, опять же, люди стараются идти по накатанной. Ещё есть такой тип женщин, которые знают прекрасно, как было плохо, да, они понимают, что анализируют, с папой было плохо, папа был таким сиким, там, например, бил, поколачил, ну, в общем, какие-то деструктивные отношения были, да. Она это понимает головой. Она от этого бежит. Ну, интуитивно, она повторяет сценарий, например, своей матери, она находит мужчину, который в итоге, как она потом говорит, «Я однажды открыла глаза спустя там три года, а мой муж, оказывается, выпивоха или пьёт, или там бьёт, и всё такое прочее». Оказался всё-таки как мой отец. Понимаете? Но интуитивно она всё равно пришла к этому. Кажется, ей самой для себя, что она от этого бежит, но на самом деле в итоге она находит то, что ей было. Чтобы вам понять, какой вы, да, являетесь женщиной, всегда подумайте. Короче говоря, когда у вас какие-то проблемы в отношениях с мужчинами, недопонимание, или «Я там всё для него делаю, а он меня не оценивает», или «Я бегу от мужчин, они мне разонравливаются, становятся неинтересными после третьего-пятого свидания», или, например, он доходит всё до постели, и мужчина мне неинтересен, или «Я к себе не подпускаю ничего до свадьбы, там мне не…» Вот такого рода, я имею в виду, вообще перекосы, когда очень радикально к этому относятся. Всегда копайте, анализируйте отношения с вашим папой. Я имею в виду не то, что напрямую, да, папа как-то влиял на это, но из отношения с папой его образ повлиял на формирование вот этих, ну, некоторых психических, психологических убеждений женщины, отношения к этому. Всегда только там зарыта собака. Также ещё бывает, что контакта, например, с папой, ну, фактически его нет. Папа не принимает участие, живёт в одной квартире, вроде не ругается, но папа там в своём занят, своей жизнью какой-то, на работу ходит в футбол, вечерами смотрит, с ребёнком не контактирует, всем занимается дома. Мама, мама вообще руководитель, да? И вроде бы все хорошо живут, никаких проблем финансовых, таких среднечковых, спокойно живут, не ругаются, не дерутся, не пьют, но девочку тянет потом на плохих парней, например, да, для эмоций, потому что у неё образ был спокойного папа, она идёт от противного, да? Она такого же спокойного, скорее всего, себя уже искать не будет, ей нужно будет что-то другое, ей нужны будут эмоциональные качели, чтобы она от отца любви проявлений не чувствовала, там, поцелуев, объятий, хороших слов, участия в её жизни, она будет искать того мужчину, который будет это ей давать. Но так как мужчины многие скрыты, зажаты или интроверт, например, ей попадётся, я вообще в общем говорю, да, это вообще чужой человек, когда начинаются отношения, да, вы только начинаете сближаться, и она начнёт создавать, как пример, эмоциональные качели, проблемы, скандалы, это вот невроз называется, да? Вот он, невротические отношения, когда для получения эмоций, например, ну не только к женщинам, я к мужчинам, это ко всем относится, я просто в рамках, скажем так, нашего сегодняшнего разговора ориентируюсь сразу на женщину, никакого сексизма не подумайте, как пример. И женщина начинает раскачивать отношения, каких-то эмоций добиваться, потому что от отца эмоций и любви никаких не было. И у неё любовь равно эмоции. Если он будет вот такой закрытый, спокойно её любить, как, знаете, такие мужчины есть, семьянины, как вот её папа был, да? Ей это уже будет неинтересно. И она своего партнёра будет выводить. Даже если он был вот таким спокойным, она найдёт его такого же спокойного, как свой папа, но эмоционально она будет создавать эти интриги, ситуации. Не важно, как это будет проявляться. Ей нужны будут эмоции. Потому что отсутствие эмоций и реакций эмоциональных на её поведение, это равно такое же безразличие, как было от папы. Но сама вот эта проблема вот этого примера в том, что девочки до сих... Почему она это делает, раскачивает? Ей нужны эмоции. Да потому что она по-другому не умеет привлекать и не умела с детства. В ней внутри вот эта маленькая девочка сидит. Она с детства не умела, она считает, у неё чувство, во-первых, вины за это есть, во-вторых, она не умела привлекать внимание своего папы, чтобы он давал ей любовь. Поэтому она уже практикуется на других мужчинах своей жизни и живёт по вот этому шаблону. Ну и в данный момент, например, если она обратится к психологу, всё это проработает, найдёт, осознает, поймёт, что она делает. А если она наладит сейчас даже уже взрослым своим папой контакт, если она там будет... Не надо... Сейчас могу сказать, он всегда был такой закрытый, не эмоциональный, с чего бы он начал там её интересоваться её жизнью, целовать, обнимать, давать вот это тепло. Если я всегда на консультации очень многим девочкам, кто мне просто этим попадает, всегда говорю, вы можете всегда делать первые шаги, это не зазорно. И если у вас родители, у вас что-то меня толкают, у вас не конфликтные вот такие отношения, просто гладкие, лайтовые, но немножко безразличные, если так можно выразиться, вы можете всегда позвонить первым. Вы можете сказать, я тебя люблю. Вы просто излагаете то, что вы чувствуете. И вот если это условная девушка, женщина, наладит тактильно, физический контакт со своим папой, не знаю, будет с ним вместе, например, вдвоём сходит куда-то, там, в кафе, на пикник, с папой в запах, неважно, я имею в виду просто совместное, вдвоём провождение, налаживание этого контакта, то, чего не было в детстве, но уже по-взрослому, в вот этих реалиях возрастных, которые сейчас у них, да, это даст сближение. Плюс ещё какой, неважно, какой там всю жизнь папа закрытый был, скорее всего, у него уже жизненный опыт есть, и он уже, может быть, морально созрел, скорее всего, видя свои ошибки прошлого, и он больше откроется и потянется, чем же, если бы девочка делала эти действия, например, когда папе там 30-35 лет было, да, папа бы там ещё не понимал ничего, а сейчас, прожив жизнь, больше к анализу, сам анализу люди склонны смотреть на свой жизненный путь прожитый, и, может быть, папа, скорее всего, откликнется на это эмоционально, и там уже будет, само собой, со временем, каким-то прошествием времени откровенный разговор, это и есть вот эта вот проработка, в общем, неважно, я к тому, что это даже сейчас, условного образа примера, есть возможность для женщины это всё исправить своими руками, во-первых, простить папу там нужно, во-вторых, попробовать наладить этот контакт и получить те эмоции, и любовь конкретно от своего папы, когда это ещё сейчас возможно, он жив, рядом с ней, там, это не составит такого огромного труда, соответственно, когда этот контакт с папой, получение какой-то эмоции, любви, внимание, просто его какие-то звонки будут, как у тебя дела вообще на работе, дочь, как у тебя, нормально, ну да, всё окей, пока, порой людям вот этого уже достаточно, у неё начнёт меняться жизнь на данный момент с мужчиной, с которым она встречается, либо она от него вообще откажется, он ей станет в один момент просто безразличен и неинтересен, либо она перестанет сама делать эти качели эмоциональные, останется с ним, она поймёт, что вот этот образ спокойного, то есть он, она его уводила на эмоции, чтобы понимать, что она ему нужна, чтобы он давал понять эти эмоции, что он её любит, а когда она успокоится со своим папой, она поймёт, что для, начнёт замечать мелочи какие-то, что он для неё там сделал, какое-то бытовое, ещё что-то, неважно, какую-то заботу, она будет видеть её по-другому, не через эмоции, а через бытовое, домашнее, там, не знаю, купил он, я не знаю, там, господи, билет в театр, в кино, позвал туда-сюда, да, то есть, ну, вы понимаете, о чём я говорю, но какое-то внимание инициатива от мужчины, на самом деле, скорее всего, и есть, просто она её не хотела раньше замечать. Так вот, сегодня видео вообще об этом образе папы, насколько он важен, он очень важен для любой женщины, и у кого папы нет, или папа не участвовал в вашем воспитании, в вашей жизни, или папа у вас был, но в этом всём не участвовал, не хотел, не был заинтересованной личностью, не надо ставить на себе крест, страдать, чувствовать себя жертвой, что вот теперь у меня с мужиками всё плохо. В ваших силах всё это исправить. Или у вас, если этого всего не было, образа папы, хороших отношений с папой, всегда его место мог занять ваш, там, вот я как в начале видео говорила, дедушка, дядя ваш, либо отчим, например, или ваш старший брат, если вы его как мужчину оценивали в детстве, да, воспринимали гораздо старше себя, не ровнее себя, чувствовали, что у вас разница там 10-15 лет где-то есть, то это вот, не надо считать себя ущербным, не такой какой-то, что причина вот во всём этом, моих проблем с мужчинами в отношениях. Нет, всё в ваших руках, вы всё можете изменить, и не обязательно папа должен быть этим образом, а вообще должен быть просто мужчина. Я всем желаю, чтобы у вас были, или у ваших детей уже, были образы этих мужчин, которые помогают формировать интересы, предпочтения в мужчинах, и самое главное, достойное отношение к себе как к женщине идёт опять из этого. Если женщина себя не ценит, она себя не любит, она за мужчиной там убивается, 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 всё для него делает, это всё крик о помощи из разряда «Помоги мне, я хочу завоевать любовь своего папы». Это недостаток внимания любви своего папы, если такое отношение к мужчинам, с которыми она встречается. И я так скажу, что женщины, которые воспитывают одни детей, мальчиков и девочек, неважно. Вы как женщина для мальчика своего можете стать образцом женщины, естественно, вы им будете, какая мужина нужна будет. А если у вас папы в семье нет, это, конечно, трудно воспитывать девочку, но у вас есть, например, дедушка, пусть девочка больше контактирует со своим дедом. Или у вас есть родной брат, пусть она больше контактирует с дядей. Давайте ему вот эти… Кто-то должен взять эту функцию мужчины. Но если этой функции нет, просто нет у вас родственников и нет у вас мужа, вот не замуж уберу, например, вы остались с дочками вдвоем, никого у вас родственников больше нет, и замуж не выходите, никакого отчима, ребенка тоже нет, то просто вы всегда должны в каких-то моментах фильмы на природе где-то, я не знаю, в каких-то бытовых школьных ситуациях, университетских или еще где-то там в садике проговаривать там какие-то ролевые ситуации, давать ребенку понять, как должен поступать, например, мужчина в этой ситуации, да, там из разряда там обижать девочек, сейчас это все очень сексистко может прозвучать и на фоне последних, как правильно выразиться, в мировых тенденциях, да, когда за этим феминистки следят и всем прочим, но это все-таки что-то в этом, к сожалению, есть, да, это образ, как ни крути, это гендер, мэ и жэ, тут от этого не уйдешь в объяснениях, и в общем, вы можете тоже показывать какие-то, акцентировать внимание на достойных примерах мужского поведения для этой девочки, чтобы она видела, вы просто это акцентируете, потому что ребенок сам это не считает, не поймет, да, вы можете акцентировать на этом внимание, какой-то конфликт произвучал какой-то, что-то, например, в садике, в школе, я опять же повторюсь, и вы на этом акцентируете, вот смотри, у Петя папа поступил вот так, на надо, вот нужно поступить, в общем, вы научаете ребенка, даже если этого образа мужчины нет, или там мальчики, или мужчины так поступать не должны, это некрасиво, это нехорошо, или кого-то там это обижает, вот на таких эмоциональных примерах вы можете тоже акцентировать внимание, выступать, собственно, вот этим цензором, когда девочка, чтоб понимала, что есть хорошо, а что есть плохо, вот, что вы думаете по этому поводу, если есть вопросы, задавайте, или как-то поподробнее снять видео, о чем-то рассказать, о каких-то нюансах, то, что я сегодня вам пыталась донести. Напишите в комментариях, мне будет очень интересно это узнать. Я всегда открыта для того, чтобы снимать какие-то психологические видео. Я вижу, что вам это очень заходит, потому что у меня всегда на почту после психологических видео отклики есть в ваших письмах. Вы мне присылаете свои проблемы, какие-то вопросы задаете. Я рада вам помочь. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.